приветствую вас дорогие друзья с вами марина майорова и сегодня за несколько дней до нового года предлагаю вам украсить вашу социальную страницу одноклассники ну каким-нибудь новогодним таким пейзажем до выбрать такую красивую тему для этого давайте мы с вами установим приложение октус и так в хроме переходим в дополнительные инструменты расширения далее в расширениях нажимаем открыть интернет-магазин chrome в поисковике набираем октус английскими буквами вот на рыжем фоне нам нужно это приложение а нажимаем установить установить расширение расширение установлено так все это мы теперь закрываем нам это уже не нужно теперь смотрите обновляем страницу в одноклассниках так и вот у нас появилось расширение да такая вот новая вкладочка давайте выберем какой-то зимний пейзаж до тему такую и вот переходит в темы актуальные темы у нас какие-то праздники до новый год так вот новогодние у нас смотрите есть вот такая зелененькая на красном что-то фоне ну давайте посмотрим например так но как будет выглядеть вот прям новый год да давайте нажмем установить так закроем это окошечко чтобы посмотреть давайте в ленту перейдем вот такой у нас фон появился ну чё-то как-то мне кажется очень аляписто давайте что-то другое более такой нейтральное сделаем опять выбираем темы так и давайте вот выберем например вот снеговика смотрите как красиво установить здесь кстати можно посмотреть рейтинги дай по темам то есть можно проголосовать какая тема вам понравилась у со снеговиком пока у нас самая лучшая новогодняя тема так закрываем это окошечко ну да вот смотрите как выглядит поспокойнее до взгляд ложится так что еще здесь можно сделать смотрите например вы хотите поздравить своего друга до с наступающими праздниками или там с днем рождением каким-то да идем в друзья выбираем такую вкладочку он до наши друзья и выбираем друга а вот например смотрите у нас сегодня есть именинники да давайте поздравим с днем рождением например этого именинника нажимаем выбираем человека нажимаем написать сообщение так и у вас появилась после установки октус вот такая вот вкладочка открытки нажимаем на открытки набираем тематику так давайте найдем на здесь с днем рождения да вот с днем рождения и и даже можно дальше под категория до мужчине и вот выбираем какой-нибудь что-нибудь что нам нравится да интересное такое для мужчины ну давайте вот такая веселенькая счастья успехов успехов хорошего настроения всегда нажимаем отправить закрываем это окошечко и вот вуаля открыточка уже дошла до адресата это раз да например мы хотим поздравить кого-то с новым годом с наступающим давайте сейчас выберем например так сейчас кого-нибудь мы выберем интересного так еду давайте поздравим с наступающим так опять таки переходим сюда в открыточки выбираем тематику так праздники у нас с новым годом сейчас новогодние вот актуальные видите как раз новым годом выбираем тут какую-то какую какая вам нравится ну давайте вот такая золотистая да смотрите как красиво наряда смотрится нажали отправлено отправить и вот она попала да то есть это вот такая вот есть возможность этой программки октус дальше что у нас еще есть вот смотрите да вот такая у меня есть шапка кстати очень тем сочетается с моей шапкой можно шапку убрать то есть в октулсе мы нажимаем оформление и убрать обложку давайте закроем посмотрим вот такая теперь видите получилось у нас страничка без обложки но честно говоря не не очень нравится вот этот вот белый фон поэтому я считаю надо вернуть нам обложку нажимаем опять оформление и возвращаем нашу обложку что здесь еще можно сделать убрать убрать панель mail.ru да то есть вот у нас тут у меня например 2 получается mail.ru шапки до 1 мы сейчас уберем вот убралась она потому что она принципе не нужно также здесь можно убрать например вот видите счетчики да сколько сообщений обсуждений можно убрать вот эти вот счетчики сообщений кому они не нужны да можно вернуть их так ну здесь вот почитаете да то есть всплывающие всякие там когда друзья в онлайн входят уведомления приходит тоже можно брать не будет у вас эти поступать уведомления не показывать рекламу в ленте кстати хорошая опция там кому видео не интересно тоже вот чтоб там да и место не занимали подарки не показывать акции да то есть открытки там какие-то со скидками бывают акции да там тоже можно убрать чтобы не было этих объявлений ну и вы здесь вот посмотрите да что вам нужно что не нужно так еще что есть статусы статусы да на любую тематику то есть можно установить себе статус какой-то да там вот опять-таки актуальны с новым годом на сейчас разные статусы кстати можно у кого есть соц сети вконтакте там да там тоже да вконтакте к заходишь вот статус наверху можно здесь тоже до выбрать какой-то статус какой вам понравится и вот так вот скопировать и вставить там до вконтакте уже здесь вот заходите и вот здесь вставляете и сохранить нажимаете тоже на любую тематику всякие всякие разные это тогда тоже как бы чтобы не искать где-то там в интернете статус а вот здесь их куча-куча целая вот аж на новый год про новый год только 33 страницы здесь есть поздравления различные тоже на различные тематики да с новым годом с днем рождения другими праздниками поздравить до друзей тоже не надо ничего где-то искать сюда зашли выбрали что понравилось и поздравляйте своих друзей также здесь есть еще модерация в принципе вам это не нужно здесь вот просто заходите то есть люди размещают тоже свои варианты поздравлений вот можно помочь администратором до модерировать вот эти все сообщения то есть что вам понравилось ставите плюс выбираете тему да вот например там зачем встретились всякая такая да и выбирайте по какой тематике если вам понравилось до нажали это то есть вы приняли вот это объявление да если что-то не понравилось на крестик нажали и то есть это объявление исчезла как еще можно украсить вашу страничку вот например смотрите у меня вот такие сердечки до марина майорова и между именем и фамилии вот такие вот символы новогодняя снежинка и два снеговика то есть вы выбираете символ какой-нибудь да ну вот я тут подготовила копируйте да вот такие вот у меня не стоят ну вот он тоже какие-то выбрали символа да их много всяких бывает вообще на свете заходите в настройки изменить настройки нажимаете личные данные изменить и вот здесь вот видите где у меня вот после имени вот вы вставляете вот сюда как раз вот такие вот которые мы скопировали до символы также можно вот там цветочки зверушки еще что-то поставить да и нажимаете сохранить и вот у вас будет выглядеть вот так вот оригинально ваши инициалы очень даже красиво и по-зимнему если вам видео было полезным ставьте лайк с вами была марина майорова до новых видео пока